В 1991 году совершилось второе обретение мощей преподобного Серафима. Он подвязался в Сарове в конце 18-го – начале 19-го века. В соседнем Дивееве в обители подвязались девы. Серафим опекал их по-отцовски, заботясь об их духовном и материальном устроении. И вот теперь, спустя многие десятилетия, в Дивеево возвращались мощи преподобного старца Серафима. Возвращение святых мощей обустройства заново Дивеевского собора сопровождалось Божьими знамениями с неба – игранием радуги и игранием солнца. Впервые радуга стала знамением мира, когда Ной после потопа вышел из Ковчега. А солнце играет на православную Пасху утром. А здесь, в Дивееве, солнце играло вечером, накануне прибытия мощей, со временем всеночного обдения около 18 часов вечера. Солнце не слепило, на него можно было смотреть, не мигая. Диск солнца все время был в движении, перемещаясь то влево, то вправо. Это было удивительно. Так солнце играло здесь на Пасху, на празднование Владимирской иконы Божьей Матери. И все эти дни, когда совершалось торжество обретения мощей. А когда на Троицком соборе устанавливали последний, пятый по счету крест, заиграла радуга. Верующие собрались внизу, у стены собора, и сопровождали работу верхолазов молитвенным пением. Человек пятьдесят, без всякого управления, слаженно пели тропарь к кресту – символ веры. Вдруг кто-то воскликнул «Смотрите, радуга!» На небе действительно сияла семицветная радуга, вытягиваясь в сторону храма. Радуга то утончалась, то вырастала, ни на мгновение не исчезая. Люди опустились на колени, многие плакали от радости. И пока укрепляли крест на куполе, от земли молитвенно пели, радуга играла на небе. Местные жители сказали, что всякий раз, когда на куполе храма водружался крест, на небе появлялась радуга. Она появилась и в другой день, когда несколько человек перед заходом солнца собрались читать Акафист преподобному Серафиму. Источник «Православные чудеса в XX веке». Свидетельство очевидцев. Издано по благословению священника Евгения Корягина. Источник «Православные чудеса в XX веке».